Спутник через полчаса. Вы слушаете Радио Спутник. Это прямой эфир Радио Спутник, студия Виталий Фотин. Ближайшие 45 минут поговорим о большой политике. Одним из влиятельных, авторитетных платформ политической журналистики в США является медиаорганизацией, она так себя называет, политику. Базируется в Арлингтоне, штат Виржиния, как раз там, где расположен Пентагон, а через речку Белый дом как раз. Это просто география, хоть и, конечно, с намеком. Так вот, это авторитетное издание с некоторых пор начало открытую дискуссию о политике в отношении с Россией. Основные два мотива. Следующее. Политику надо пересмотреть. Отношения зашли в опасный тупик и нуждаются в конструктиве. Второй. Никакой перезагрузки быть не должно. Но, поскольку не время. Москву нужно заставить играть по американским правилам. Ну и, в общем, так далее. За этой дискуссией наблюдал наш коллега израильский публицист Виктор Эскин, который проанализировал высказывания в своей статье. Ну и есть интересные моменты, которые стоит проговорить. Поэтому, Виктор, в нашей студии. Приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте. Также с нами вести дискуссию будет журналист Евгений Доделев. Здравствуйте и вам. Наверное, начнем вот с такого разогревающего о самом медиа, самой политику. Я не раз не замечал там статьи, которые вот ощущения просто не могу доказать, как будто пишут не журналисты, а как будто прям сами ведомства, ну или представители американских политических элит. Вот в этом смысле, насколько верны мои предположения, вы тоже читаете, я знаю, американскую прессу много, нет ли такого, ну если угодно, тренда, когда под статьями на самом деле, да, под журналистскими именами пишут видные люди? Или может быть люди, которые, ну не знаю, их секретари, например, и так далее. В данном случае все очень просто, потому что мы говорим об открытом обращении прежде всего ста американских ведущих политиков и дипломатов недавнего прошлого. Второе письмо, которое там было, это были второразрядные уже американские политические дипломаты, их там было пару дюжин. А третье письмо, это были бывшие президенты, премьер-министры стран, бывших стран Варшавского договора, в основном-то Польша, конечно, поставляла туда кадр в Чехию, Прибалтика, Украина, Грузия. Это вы конкретно вот об этих двух статьях, которые были. Поэтому тут просто понятно, что это было именно об Эд. Кстати, последний раз я здесь был у вас в студии 12 марта. И тогда вы говорили о пандемии. Я сказал, что это вопрос не к эпидемиологам, а к психиатрам. Помните? Полгода я не мог попасть в эту студию. Я хотел сюда попасть к вам, я не мог попасть. И я хочу сказать, что полгода спустя, мы можем сказать, что здесь, именно на радио Спутник, вы говорили правду, в то время как другие как-то не совсем. Как-то не совсем. Кто надел на глаза на мордники, кто надел нижнее белье еще как-то так, на все на это, чтобы не видеть, что происходит вокруг. Нет в мире роста смертности. И слава богу, Москва один из самых приличных и сегодня, ну, не сумасшедших городов мира. Это так, отступление. Ну, понятно, это то, что накипело, да. Там очень интересная тенденция, на самом деле. Крупнейшая американская политика недавнего прошлого, в том числе совершенно не пророссийская, например, Фиона Хилл, которая ввела переговоры уже в период даже Трампа от имени Совета национальной безопасности США. Она приезжала сюда одно время, пару раз в месяц, она, да, вот был период на тайный переговор в Москву. Она подписала этого звания. Там есть бывший госсекретарь Шульц, бывший министр обороны. Кого там только нет. То есть там просто все ведущие политики. Вдруг что в Вашингтоне основной эстейблишмент поддерживает, в общем-то, в этом отношении линию Трампа. Кто выступил против? Прежде всего, второразрядные абсолютно американские бывшие дипломаты и против основная масса, основная сила. Мы к этому конфликту, да, перейдем. Это те, кто. Это те, кто бывшие страны Баршавского договора, а главные бывшие страны СССР, а именно точнее, надо уточнить, это Прибалтика, Украина, Грузия. Вы как представитель медиа, есть такой тренд, когда за журналистскими именами или просто какими-то вымышленными персонажами пишут на самом деле реальные политики? Ну, этот формат существует столько, сколько существует журналистик в ее современном понимании. Существует, во-первых, такой термин, я его с советского времени, в ревно еще помню, так называю, подписная статья, когда социально значимый персонаж, не обязательно политик, заказывает журналисту, который в целом либо разделяет его идеологию, его представление прекрасным, либо просто он такой журналист, который готов написать по тезисам все, что угодно. Это очень распространенный формат, тем более, если мы говорим о крупных политиках, у них, собственно, нет и времени для того, чтобы своими перстами набивать что-то на клавиатуре. Они могут дать тезисы. И не говоря уже о том, что существует вот институт спикеров и пресс-секретарей, мне вот Мария Захарова, допустим, говорила, что она все свои заявления не согласовывает с Лавровым, то есть со своим непосредственным начальником и работодателем, что люди ценятся на этой позиции именно за то, что они могут угадывать, что, собственно, хочет начальник. Начальник как с маленькой, так и с большой буквы, если мы говорим о Путине, потому что по терминологии Маргариты Симоньян, он вот начальник с большой буквы. Вот какой момент. Смотрите, иногда для того, чтобы... Вот политик, когда выходит к журналистам, вот он там озвучивает что-то или делает какие-то заявления, это одно. Иногда для того, чтобы повлиять на политику, нужно какое-то медиа, у которого есть вес, который читают элиты, и зайти не под своим именем. Вот для того, чтобы вбросить в дискуссию, потому что вот эта дискуссия о перезагрузке отношений с Россией, это ведь важный момент для внешней политики США, да, она действительно, ну, необходима сейчас, потому что отношения ныне зашли в тупик, конструктива практически нет, но не каждый политик возьмет на себя смелость говорить об этом публичном пространстве от своего лица. Поэтому, возможно, может быть, я, конечно, конспирологией занимаюсь, поэтому у меня и возникло вот такое ощущение, что в политике очень часто, особенно на российскую тему, представители каких-то, какого-то политического эстемблишмента, нет своего имени, вбрасывают идеи и дискуссии, которые Америка должна обсудить на самом высоком политическом уровне. Нам придется признать, что 90-95% свободной, на самом деле свободной, тем не менее, свободной прессы, да, заняты сегодня попыткой ударить по президенту Трампу. То есть любой ценой предотвратить его победу. И одна из важных тем для них, это российская тема, это все продолжается. Вот вчера, перед тем, как я сюда, я открыл Foreign Affairs, ведущее политическое издание, там статьи о том, Запад должен помочь белорусской оппозиции, там признается, что Запад ничего не делает в этом направлении, дальше, говорится, Путин собирается оккупировать Беларусь, но без человечков и без каких-то, без танков 68-го года, а сделать это мягко и плавно и постепенно, то же самое в тот же день появляется в Atlantic Council. То есть это очень влиятельное издание, это очень влиятельное издание. И ведется кампания везде и всю, Трамп разрушает НАТО, Трамп не делает того, что он должен делать, и вот это вот линия, которая сегодня нам превалирует, поэтому, когда мы вдруг увидели в политике, письмо сотня, а сотня это много, ведущих американцев и дипломатов, но обратите внимание, там не было ни одного представителя Восточной Европы, бывших стран СССР. На это надо обязательно обратить внимание. И инициатива ответить, увесисто, мощно, она исходила от бывших глав, бывших союзных, бывших Варшавского договора республики. Вы о первой статье, да, об этом обращении. И вторая, и третья. И вторая, и третья. Вот что важно. Я помню прекрасно, когда как раз в разгар разговоров о, значит, вмешательстве в американские выборы, вот это все дело, которое еще было тогда неясно, относительно президента США, Трамп говорил о перезагрузке отношений с Россией. Точнее, он говорил, насколько я помню... Перезагрузка, это-таки Обама. Нет. А Трамп говорил больше даже. Несколько иначе. Трамп говорил так. Он сказал, что с Путиным я договорюсь. Да, да. Как раз, когда вот шел вот этот вот шум сумасшедший, что Трамп чуть ли не ставлен не Кремля. И что? Договорились? Отношения на очень плохом уровне. И это сами американцы признают. Тем более, как сейчас в этих условиях вести вот эту внешнюю политику относительно России? Темы санкций продолжать? Тем более, еще один фактор. есть все больше увеличивающиеся, извините, банальные вещи, влияние Китая. Нужно иметь союзников. В каком-то смысле. Для того, чтобы каким-то образом пытаться влиять на его политику. Гребля Китая, это довод тех, кто против сближения с Россией? Нет. Не надо это использовать? Да. Они пишут, не надо это использовать? Это их довод, что ничего не поможет нам бы... Как бы вы оценили, да, оценили бы сейчас российско-американские отношения в данном случае? И насколько может, на ваш взгляд, вот такая позиция вот этих политиков о том, что нужна перезагрузка, нужен конструктив сейчас возобладать? У нас нет сейчас такого предмета, как российско-американские отношения, потому что сейчас нет Америки. У нас нет оппонента по ту сторону океана. Там две силы разнонаправленные, как бы говорят. Поэтому у нас сейчас нет, знаете, любимое путинское выражение, партнера. Вот партнера сейчас нет, он после 3 ноября как-то будет вот ясно, с кем мы разговариваем. Мы разговариваем с Трампом или разговариваем с демократами. С демократами мы не разговариваем, а мы воюем. То есть, фактически, это будет война. Не горячая, надеюсь, то есть, без бомбардировок. Ну, война, в принципе, сейчас идет. То, что вот называется пандемия и все эти меры сопряженные с этой кампанией, это почти что военные действия, военная обстановка. Возможно, даже хорошо, что у нас сейчас нет четкого диалога с партнерами, с Америкой, потому что я думаю, что если бы интенсивные начались переговоры и диалог такой, то мы бы на данном этапе проиграли. Почему? Ну, потому что, к сожалению, наши элиты в целом, и не только политические, про политическую элиту, я говорю, не настроены на противостояние с Западом. Мы все время ищем компромисса и не готовы проявлять даже жесткость такого плана, который проявляют упомянутые вот китайцы. они в последнее время, ну, то, что называется, если использовать такую вот терминологию добровую, оборзели. То есть, они сейчас показывают зубы, огрызаются и угрожают. Больные наши элиты. Не готовы. Все время хочется как-то вот что-нибудь сдать, очередной кусочек отдать, лишь бы нас не трогали, лишь бы нас пустили куда-нибудь дальше прихожей. А как вы это объясняете? Может быть, из-за того, что вот эти элиты, они сформировались из бизнеса? Это такая логика бизнеса. Главное, чтобы было, чтобы не было, да, конфронтации. Нет, элиты сформировались не только из бизнеса, они сформировались в значительной степени из спецслужб и из комсомольцев наших. И эти силы из спецслужбы комсомольцев, они изначально были, ну, то, что называется там, дети-колбасы. У них изначально не было никакой идеологии, кроме идеологии денег. То есть, это вопрос поколения, да, если угодно? Нет, нет, не поколения, о тех, той идеологии, которая имманентна людям, которые пришли к власти в 91-м году. Вот буквально позавчера был День памяти Юлиана Семенова, 8 сентября умер, и я вспоминал вот его рассказы о том, как, собственно, вот формировалась вот эта вот прослойка людей. Он занимался золотом партии, помним, и такой сермин был в 80-е и 90-е, что дается какое-то поручение сотруднику либо первого управления КГБ, либо ГРУ, связанное с освоением крупного бюджета. Ну, несколько миллионов долларов, за которые надо что-то купить или куда-то вложить. И наблюдали, если человек своровал что-то, понимали, что он, в принципе, готов к переходу к рыночным отношениям. То есть, он выполнил задание... Это была честная рука рынка. Да, он выполнил задание, но где-то там вот себе что-то. С ним начинали, условно говоря, работать. Если он просто тупо вообще все деньги вложил туда, куда надо, там, остаток вернул, сказал, вот, не нашлось, вы понимали, что с ним поработать не получится. Идейный, да. Кстати, переходя ко второму письму, о котором мы уже говорили, представители постсоветских стран Восточной Европы, те же комсомольцы, дети колбасы, ведь нет? Можно их так назвать? И не только комсомольцы, можно как раз отметить, это интересное наблюдение, что самая оппозиционная пресса и в 90-х и дальше, она была сформирована на базе бывшего пятого управления Комитета государственной безопасности. Курировал Филипп Динович Бабков, это Гусинский, который с ним всегда работал, и это также Невзлин и Ходорковский, которые тоже из этой абсолютно компании. Это интересное наблюдение, которое требует, может быть, особой передачи в следующем время. Я все-таки хотел немножко возразить, мы же с вами, Евгений, выросли в те времена, наверное, еще помните, как в школе говорили, вот что-то там не так, вот какой-то затор в сортире, наследие царского режима. Да, вот это. Да, вот это наклон, когда все говорили, что вот так плохо, потому что когда-то был царь... Извините, а вам не кажется, что это сейчас очень хорошо коррелирует с попытками постоянным психологам искать проблемы в детстве? Я пытаюсь... Ну, это отдельная тема. Это отдельная тема, это Рене Генон против Фрейда Юнга. Мы сейчас о другом, о том, что стоит ли сегодня постоянно все-таки обращаться к 90-м, ибо, ну, прошло-то уже более 20 лет с тех пор, и люди выросли совершенно в других уже идейных каких-то параметрах. Каких? Каких? Да, какие сейчас параметры. Каких? Включите госканалы. Есть Россия-1, есть Первый канал, там есть ток-шоу, я много в них принимал когда-то участие, Never Again, No More, но, тем не менее, грешил. И вот там, вот то, что там говорят, это не 90-е годы. Там как раз ругают, 90-е годы, и все, что не удается, сваливают на 90-е годы. Нет, совершенно верно. А вот стоит ли этим заниматься? Может быть, все-таки посмотреть вперед и подумать о том, как, например, улучшить ситуацию. Здесь я буду утверждать, глядя со стороны, доброжелательно, смотря на Россию, что из этих писем как раз следует, ой, как стоит призадуматься о том, чтобы смотреть на бывшие страны Варшавского договора и бывшие страны СССР. Не на тех, кто либо придут на карачек, либо мы с американцами договоримся, а потом они уже тоже придут, а может быть, наоборот, с ними как раз создать некий общий фронт интересов, а России есть, что предложить и в культурном, и в экономическом, и в стратегическом отношении. Россия эта страна мощная в некоторых отношениях. И прекрасно, еще раз, вот в одни коронавируса лучше всех-то кто? Это Белоруссия и Россия. Все-таки как-то разум-то не совсем потеряли. Ну, он еще пока не прошел, давайте будем забегать. Нет, ну, можно говорить, вы знаете, вот в Израиле, по крайней мере, очень крупный ученый, в том числе, не бывший, а нынче, но ряд Нобелевской премии, Майкл Левит, который говорит, не то, что второй волны нет, не было первой волны, что нет в мире роста смертности, точка. А коли так, о чем мы говорим? Да, люди умирают от разных заболеваний, но мы все смертны. Ну, я просто здесь хочу вставить все-таки в некоторых странах, допустим, в Испании, где был очень жесткий локдаун, где очень суровый масочный режим, там смертность, конечно, повышается. Да. Потому что огромный стресс. Там был взрывной рост. Там не только взрывной, там по-прежнему, потому что медики бьют тревогу, что вот этот затяжной... И Бельгия в два раза хуже, чем Швеция. В общем, короче, где жестче масочный режим, тем хуже, конечно, ситуация. Поэтому привести к второй волне можно путем усиления вот этих вот абсолютно неоправданных мер. Я понял вас, но ваше мнение все-таки, как первая программа, да, вживую, что называется, не можем не говорить о коронавирусе. Вернемся к большой политике. Испешно, коронавирус в Рязани не пройдет. Он не прошел. Смотрите, вы говорите, Авигдор, о том, что нужно проводить в своей статье, анализируя вот эту вот дискуссию американскую, что нужно присмотреться к мягкой силе, да, и использовать ее чаще и более, может быть, гибче. Если я правильно... Я привожу славу одного из основных друзей на постсельском пространстве России, бывшего президента Армении, Роберта Кочаряна, который это как раз говорит с позиции, ну, максимальной, искренней дружбы. Хорошо. А как сейчас-то происходит? Сейчас же именно так и происходит. Причем, заметьте, ведь многие наши бывшие не партнеры, а, скажем, братья, вот, выражаясь языком нынешнего президента Белоруссии... Ну, или языком 80-х годов. Например, да. Братских республик... И так далее. И там просто с точки зрения политических каких-то вот... Ну, таких... Я бы не назвал их элитами, но партии, которые зачастую власти находятся, это партии, которые не заинтересованы в том, чтобы Россия проводила какую угодно политику в отношении их. Мягкую, теплую, сахарную, какую угодно. Понимаете, они в любом случае уже находятся, если угодно, под покровительством Вашингтона. Даже если там найдутся... Погодите, если даже там найдутся... Ну, вы говорите, о Восточной Европе. Ну, ой-ой-ой-ой. То есть, например, в той же самой Польше можно найти пророссийские силы, назовем это так, хорошо, которые могут взять власть в свои руки и отказаться от вашингтонских различных предложений. В Польше точно нет. В Польше их меньше значительно. В Прибалтике? В Прибалтике, простите, там где-то бывает до 40% русского населения. Мы говорили о Белоруссии. И в Белоруссии на сегодняшний день, за исключением каких-то совсем маргиналов, наоборот, мы не наблюдаем антироссийской тенденции. Хорошо, давайте локализуем. Белоруссия это одно. Не надо все превращать из Москвы в антироссийскую риторику отсюда. Потому что, когда вы говорите, когда в Армении проходят, например, просто демонстрации, я не говорю, сейчас хорошо это было или плохо, да, и хороший там премьер-миссия для них. Но это было не на почве отношений с Россией. И когда им сразу говорят, что все, кто вышли на улицу, это сарасята, это просто прямое поощрение дальнейших выступлений. То же самое в Белоруссии. Когда по официальным СМИ Москвы говорят, что все 100-200 тысяч, кто вышел на улицу, это проплаченный Вашингтоном агент, говорит, ах, ну с таким... То есть, я именно это пытаюсь сказать через статью. Вот так вот не надо разговаривать с людьми. Потому что, если им надоел их Лукашенко, вот это не наше дело, во-первых, не мое точно, может быть, это дело российское как раз, но точно не мое, но это надоел Лукашенко. И бывает внутренний конфликт. Разве в нашем медиаполе не звучит такая идея? И не каждый внутренний конфликт надо превращать вот именно в поле, поле якобы виртуального противостояния с Америкой, особенно если в случае Беларуси, ну там практически этого нет. Ну практически этого пока нет. Это не значит, что это не случилось. Это не значит, что этого не было на Майдане. Давайте сразу оговоримся. Это не значит, что этого не было на Украине. Это не значит, что... Но все рассматривать исключительно вот из такой вот не нужно. Но тем более в Беларуси, где подавляющее большинство все равно связано с Россией и не собирается оторгаться от России. И с другой стороны взять ту же Литву, которая не является дружественной, насильно дружественной атмосферой, но они все больше и больше вовлечены в бизнес, взаимоотношения с Россией. И вот тут нужно использовать мягкую силу. Вот именно это я имею в виду. Это касается Литвы, это касается Грузии. Обязательно. Там, где это касается Армении, это касается приличного доброго настроя. Не надо каждый раз им говорить, что Госдеп стоит за любым выражением недовольства против кого, причем того же Лукашенко, который в общем-то, ну, я бы сказал, месяц-полтора назад каких-то россиян там тоже арестовали, было недовольство. То есть не все так прямо, чтобы было совсем хорошо. Поэтому здесь нужна осторожность. И ответственность. Нет, я хотел бы просто здесь добавить, что Лукашенко в последние лет 15 он строит внутреннюю государственную пропаганду в значительной степени на антироссийской риторике. У него как раз установка на том, что Белоруссия независимая, она не к востоку, не к западу, не примыкает. У нее свой собственный путь. Кстати, вот если коронавирус, они, собственно, и показали, что у них свой уникальный путь и был. Поэтому здесь, мне кажется, напутаются две вещи. Когда об антироссийском настрое страны говорят, ведь имеется в виду не, условно говоря, электорат, то есть народно-население, а люди, которые находятся у руля, то есть элиты. Политики, да. Да, их покупают, с ними договариваются, пример Черногории или Болгарии, вообще ряда балканских стран, очень в этом показательным, потому что изначально там были очень пророссийски настроенные граждане в целом и не испытывали никакой антипатии даже к внешнеполитическим инициативам и России, даже Советского Союза в свое время, даже если мы вернемся к 80-е, к Афганистану. Но элиты, они просто куплены, то есть с ними договариваются, и они проводят политику не в интересах своих стран и не в интересах в целом региона, если мы про Балканы говорим, а просто со своих шкурных личных интересов. Ну, вне сомнений. И вот у меня сейчас под рукой просто цифр нет, но страны, которые мы сегодня перечисляли, даже можем Украину взять. У нас же торговый баланс растет. Это только доказывает... При том, что отношения вроде как в политическом смысле. Весом из того, что я пытаюсь донести. Это только доказывает. Но это не используется в достаточной мере эффективно для того, чтобы... Собственно, мы же о чем говорим? Не о захвате чужой территории, а мы говорим о сближении людей и об образовании естественного пространства взаимодействия и дружбы, которое совершенно не обязательно должно быть направлено против кого-то. Но прежде всего окружить себя друзьями там, где это возможно. Виктор, это правильно и здорово звучит. Вопрос в том, как? За минуту сможете рассказать? За минуту? Вместо разговоров о том, что придут на карачках или мы о вас в Вашингтоне и в Брюсселе обо всем договоримся приехать в Вашингтон и в Брюссель вместе с ними в качестве друзей. И это решит все проблемы? Это решит часть проблем. По крайней мере, тогда не было бы вот этого письма в ответ на то письмо. Потому что второе письмо антироссийской инициативы она была преимуществом инициативы не из Вашингтона, Да, но сколько там спитых летчиков, на которых можно не обращать внимания? Это вопрос мягкой силы. Это вопрос мягкой силы. Надо уметь улыбаться. Хорошо. Ну, понятное дело, что нам надо быть, наверное, в каком-то смысле гибче, да, если угодно, со соотношением своей политики, особенно... И тверже, в смысле цели, цели и полагания. Я тут согласен с моим оппонентом как раз. Мы продолжим нашу дискуссию. Да, мы продолжим нашу дискуссию о том, как Россия должна строить свою политику с США и вообще чему на самом деле здесь в ближайшем будущем, что нам ожидать. У нас в студии израильский публицист Авидор Эскин, у нас в студии журналист Евгений Додолев, ведущий Виталий Фотин. Не переключайтесь. РАДИО СПУТНИК РАДИО СПУТНИК НОВОСТИ Здравствуйте! В студии Михаил Васильев. Российский центр Гамалеи передал журналу The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины Спутник В. Об этом РИА Новости сообщил заместитель директора центра Денис Лагунов. Ранее одно из самых авторитетных изданий по медицине предложило создателям вакцины от коронавируса ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых. По словам Лагунова, данные, полученные в ходе изучения Спутника В, прошли тщательную экспертизу рецензентов The Lancet перед публикацией были даны ответы на все интересующие вопросы. Голословными назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинение Вашингтона о причастности российских официальных лиц к ситуации с отравлением Алексея Навального. Ранее госсекретарь из США Майк Помпео в интервью, которое опубликовал Госдепартамент заявил, что когда люди цитата видят попытку отравить диссидента, они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц. Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Позднее его перевезли в Германию. Сегодня немецкие СМИ написали, что российский политик полностью пришел в себя. Он вновь может говорить и подробно помнит все, что происходило с ним в самолете. Берлинская полиция увеличила число сотрудников, охраняющих Навального в клинике Шарите, так как вскоре он сможет принимать больше гостей. Правоохранители боятся новых попыток нападения на него. В европейский санкционный список в отношении Белоруссии попадут несколько десятков имен, уточнили в МИД Польши. Замминистра Петер Вавжик, выступая в Польском Сенате, отметил, что Варшава хочет, чтобы этот список был как можно шире. В частности, по словам дипломата, в документы обязательно должны также входить представители силовых ведомств, ответственные за пытки протестующих. Несмотря на угрозу санкций со стороны Евросоюза, Анкара продолжит геологоразведку в Восточном Средиземноморье. Турецкое правительство закупило новые буровые судна, теперь их три таких корабля и два сейсмических судна, и все они готовы к работе, рассказал Реановости высокопоставленный представитель Минэнерго Турции. Чиновник уточнил, что Турция пока не обнаружила в Восточном Средиземноморье экономически рентабельные запасы газа. Следующий выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса. Радио Спутник Говорим то, о чем другие молчат. Как-то быстро пролетело, хотя мы не продолжаем на самом деле дискутировать и вне эфира, но сейчас прямой эфир снова. В студии Виталий Фотин, израильского публициста Виктор Эскин, журналист Евгений Доделев, беседуем о американской политике в отношении к нам. Очень горячо беседуем, это даже очень горячо беседуем. Да, ну вот в какой момент. Очень горячо. Конечно, все равно приходится говорить о, значит, мягкой силе. А вот мягкая сила Америки, ее ждать в отношении нас или нет? Сегодня? Да. Нет. В данный момент ее нет в таком заметном. Что есть? Есть инерция, есть инерция определенного вот этого духа внедрения в сознание, которое осуществлялось сведомо сознание по просьбе российских властей в 90-е, правда, это правда, действительно было некое совместное предприятие и перемены, которые при Ельцине еще на самом деле начали тормозить, при Ельцине все это начали тормозить на почве Югославии, самолет развернулся и так далее. И постепенно это изменилось к тому, что те разговоры, которые велись в Америке о российском вмешательстве выбора, они привели к тому, что американцы сами стали намного осторожнее в этих вопросах. И пока что мы не слышим ничего от российских чиновников, чтобы кто-то прямо вмешивался в выборы. Но общий фон медийный, общий фон информационный, просто по факту сегодня он более прозападный. И поэтому даже в случае с Трампом, вот с чем я говорил, это не 50 на 50, это 90-10 против Трампа. Вот это есть все, да, либеральные мидии. Я все-таки не соглашусь, все-таки Фокс, это очень значительная сила. Ну, так я 90-10, а не... Ну, Фокс, это все-таки минимум 20% сейчас на медийном рынке. Но ведь та же картина была перед прошлыми выборами. Это ему только поможет, он победит на выборах в этом... А вы, Евгений, что считаете? А я совершенно потрясен тем, как вообще изменилась медийка заокеанская за эти годы, потому что в нашей журналистской среде вот есть представление о том, что Америка это там град на холме, если мы в контексте свободы слова, свободы совести, и вот американских медиа. Но американские Нью-Йорк Таймс, это образца 80-х, или там образца 70-х, это совершенно не нынешняя ситуация. Они, я читаю эти газеты в советские времена, в Ленинг уходил, читал, поразительно изменился вектор, и там сейчас они все больше и больше напоминают советский агитпроп. То есть у них четкая установка сориентироваться на линию там партии правительства, там был термин. Но мы наблюдаем и реакцию зрителей. Почитайте форумы любых западных крупных изданий. Огромный скепсис. Сейчас нет доверия прессе такой, такого, который было еще даже 10 лет назад. Люди понимают, что их вообще в массе своей держат за идиота. Масса есть мемов по поводу того, что это там, прошу прощения, там вот кот насрал на кухне и напишет это русские сделали. Ну да, Рашен Сидер известный мем. Ну, вот смотрите, а может быть Нью-Йорк Таймс просто в данном случае пытается играть как раз на популярности? Вот такие громкие заголовки. Это может быть набрас. Вы знаете, на него больше кликают, лучше подаются. Я вам скажу, как человек, у которого я стажировался в Нью-Йорк Таймс Компани в начале 90-х. Я могу сказать, что люди, которые это делают, они делают это совершенно искренне, у них внутренний цензор и установка. Так же, как люди в Голливуде. Они ненавидят Трампа, они ненавидят республиканцев. Посмотрите любые сериалы, любые фильмы, проехаться по республиканцам, это просто самое милое дело. Они искренне совершенно хотят победы демократов. И не то, что у них установка, что надо мочить русских, мочить Россию. они делают это искренне. В этом проблема. Что там не бывает ни методичек, ни этих установков, ни звонков из Вашингтонского обкома Пресловутова. А что выросла целая генерация специалистов, профессионалов, экстракласса, если мы говорим про владение пером, про владение речью, про владение версткой, если мы про газеты говорим, которые делают это от всей души. В этом проблема. с людьми, которые заряжены идеологически, бороться гораздо сложнее. Их надо убеждать. Значит, соответственно, с нашей стороны должна быть адекватная ответка на этом же поле. Евгений, ведь получается так, что чем больше пропагандистов убежденных будет работать в американских медиа, тем больше американские медиа не будет доверять собственно сам американец. Если они будут ангажированы, опять же, я говорю не про корыстный аспект, а про их некоторую зашоренность, потому что они в определенной парадигме воспитаны, они же реально считают, что Россия это такой грозный, агрессивный медведь, который хочет всех задрать, что мы просто кровожадные по природе своей. Поэтому нас боятся, нас не любят, и нам пытаются противостоять. на этом поле. Кстати, иногда, извините, иногда, когда смотришь, читаешь что-то такое совершенно безрассудное, не обязательно американское, может быть, европейское, там тоже этого хватает, думаешь, может быть, это такая форма любви, на самом деле. Может, они нас просто очень любят, просто боятся? Нет, не любят они нас, увы, и, к сожалению, очень-очень сильно не любят. Не любят. Хорошо, давайте к нам, давайте к нам, и давайте на больную мозоль наступим. Викдор, вот, насколько я понимаю, по поводу мягкой силы с одной стороны, да, и вы тоже об этом говорили, а с другой стороны, с вот той самой политикой иногда ведь складывается ощущение, что действительно, скажем так, представители и наших элит, и власти действуют недостаточно убедительно. Вот в этой попытке все время с партнерами договориться. Я возвращаюсь к тому, о чем мы с вами говорили в начале передачи, что иногда, как будто, с точки зрения, вот, не знаю, внешней политики, нам несколько не хватает, вот, не то чтобы даже воли, а вот усердия для того, чтобы свои интересы отстаивать, что ее отстаивать нужно более жестко. Кстати, такой спрос, такой спрос отчасти есть и с точки зрения общества. Спрос общества, это то, что регулируется центральными телеканалами, я понимаю, поэтому здесь можно сразу договориться с продюсером «Россия-1» и поговорить с Константином Эрнстом, и тогда спрос можно корректировать. Поэтому давайте спрос оставим. Америка, все-таки, это не столько эмоции по отношению к России, сколько эмоции по отношению к Трампу, именно к Трампу. И это даже не столько идеология, сколько эмоции. Это срабатывает, действительно, без методичек, на уровне рефлексии. Просто эти люди, они не могут терпеть того, как он говорит, что он говорит, и что он собирается делать. Если они знают, что второй срок, в том числе, уроки уже будут развязаны, можно будет себя не сквести иначе, и в отношении России, хотя я считаю, что это была его ошибка, что он не пошел на пролом в сторону сотрудничества с Россией. Он мог бы пойти на пролом и выиграть. Может, еще пойдет. Да, 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 да. Но теперь по поводу ситуации в России. Для начала надо определить просто цели и понять, что риторикам «Мы обижены», она не срабатывает в мире. Жаловаться на то, что здесь плохо, потому что кто-то кто-то 20 лет назад был в офисе Даже апеллировать к здравому смыслу нельзя. Надо апеллировать к собственной победе. Надо апеллировать к собственным интересам. Понять, чего хотим и понять, как этого добиваться. Как этого добиваться. Определенная, кстати, кампания, которая велась в ходе американских выборов, некоторыми гражданами России, в том числе мной, я открыто призывал к победе Трампа, использовал любое появление в СМИ. Ну и что? Ну и что? Они что, не пытались свалить Натаньяу при Обаме таким образом? Они прямо вливали деньги, Госдеп через фонд Сороса вливали деньги в объявление против Натаньяу. Это прямым образом делалось при Хиллари Клинтон. Поэтому что? То есть это что? Но это показало как раз, это показало возможности российских граждан, граждан, как-то влиять на атмосферу. Для этого нужно просто больше заниматься СМИ, заниматься этим тоньше. Ну и, наверное, это не место сейчас обсуждать возможную реформу на центральных телеканалах, потому что я боюсь, все-таки та риторика, которая сегодня принята, она не может быть победородной, победоносной. Здесь мы говорим о качестве работы. Именно в медиа. Мы говорим о качестве, а о чем мы говорим? Мы говорим о медийной войне или о медийном протестане, или наоборот о медийной дружбе. Для этого надо обращаться дружественно, прежде всего к тем, кто тебя окружает, дружественно, чтобы жители Молдовы, Прибалтики, Грузии, Армении, Азербайджана, всех-всех-всех почувствовали, что Москва это там, где тебя любят, чтобы Москва снова стала тем местом, которое является центром всего этого геополитического пространства. Сразу несколько ответов у вас, да, но вот возвращаясь к моему вопросу, вы что скажете? Есть ли такое, что вот хочется как бы с нашей стороны более жесткой позиции? По многим внешнеполитическим вопросам. Может быть, это даже чисто медийно, может быть. Здесь, как минимум, будет очень позитивный эффект на внутреннем рынке, потому что на самом деле, как это ни парадоксально, люди хотят какой-то жесткости от наших ведомств, от Министерства иностранных дел, прежде всего, хотя бы, опять же, на уровне риторики. И все аргументы, допустим, либеральных оппозиционеров о том, что любое ужесточение внешнеполитического дискурса приведет просто к ухудшению жизни материальной, они не работают на нашем человеческом материале. Мы просто вот привыкли на самом деле. Да, мы, кстати, я думаю, готовы потерпеть, чтобы нас уважали. Вот это лишь бы не было войны, там затянуть пояса, они такое видели. Вот это все на уровне генетических кодов работает на... Да, наш человек это понимает. Евгений Доделев, журналист, только что вот свое мнение высказал, а Виктор Эскин, израильский популятор, кстати, зайдите, почитайте статью, в которой, как раз говорится, кто мешает американцам вести правильную политику с Кремлем. Ну что, в наше время, к сожалению, подошло к концу. Я рад еще раз поздравляю всех вернувшихся с... И нас, конечно, сегодня 11 сентября, и пожелаем... Да, увы, времени больше нет. Всего доброго. Программа